Самой продаваемой тачкой в Китае считается Volkswagen, несмотря ни на что. На полном приводе турбова точно такая же, как продается у дилеров. Зрители западной части России сказали, что ничего не поняли. Это самые уязвимые места у автомобилей. Включи подогрев руля. Знаете, в чем прикол? У нас нет подогрева руля. Прямиком из Китая самый популярный китайский кроссовер Джили Манжаро. Здравствуйте! Второй раз сегодня показываю вам автомобиль, потому что первый обзор на эту тачку делал какой-то китайцы. И все наши зрители западной части России сказали, что ничего не поняли. Поэтому мы решили русифицировать автомобиль и обзор целиком. Так что встречайте снова, друзья, прямиком из Китая самый популярный китайский кроссовер Джили Манжаро. Не буду делать долгих вступлений. По факту эта машина не Джили Манжаро. Джили Манжаро она называется в экспортном варианте. То есть те машины, которые продаются у нас в дилерских центрах. В оригинале автомобиль называется Джили Синью Эль, где приставка Эль расшифровывается как Латш, Лакшери или Либерейт, что, соответственно, переводится как Большой, Люксовый и Раскрепощенный. По факту это самый большой кроссовер на платформе CMA. Платформа, которая создана совместно Джили и Вольво. Мало кто знает, а может и много кто знает. Независимо от того, знаете вы или нет, я все равно скажу, что Джили и Вольво сейчас это одно целое. Джили давным-давно выкупила весь концерн Вольво и теперь у них общая технология. И именно это помогло мне перешагнуть через стереотип, что все китайские автомобили низкого качества. По факту сейчас большими шагами Китай завоевывает автомобильный рынок, в особенности в нашей стране. И очень правильным путем он пошел. То есть это коллаборация с разными инженерами, с Европой. Кто-то перетащил дизайнеров с Мерседеса, с Вольво, с Вага, с Фольксвагена. Вообще самой продаваемой тачкой в Китае считается Фольксваген, несмотря ни на что. Но сегодня мы поговорим конкретно об одной машине. На мой взгляд это достаточно неплохой представитель китайского автоконцерта. Начинаем как всегда с внешки. Внешне этот автомобиль похож, во-первых, на Вольво XC40 или 60, потому что платформа с сороковым у них общая. Это раз. Во-вторых, если пойти и посмотреть заднюю часть, то найдете сходство с Ауди. Пририсовать четыре колечка, получите Q5. И в профиль, я бы сказал, автомобиль смахивает на Volkswagen Touareg. Концепция очень похожа на крупный кроссовер от Фольксвагена. Например, лично у меня ассоциации в первую очередь, если убрать Лейбу Джили, или если взять просто обычного человека, который ездил всю жизнь на Тойоте, показать ему вот эту штуку, какую-то решетку перечеркнутую, он скажет, чего? Это что такое? Это Фольксваген, скорее всего. В общем, тачка реально выглядит нормально. Подчеркну это слово, потому что большинство современных китайских автомобилей прям взяли курс на космический дизайн, на заходящие вот сюда, фары куда-то на крышу, куча всяких лидаров, лазеров, 5 миллионов цветов, там вот эти кнопочки, диски сияющие, или там ручки, которые прячутся, аж, блин, самый багажник. Вот здесь нет, эта тачка выглядит абсолютно нормально, без лишней космической вот этой вычурности, строгий, вполне себе имеющий место быть городской кроссовер. Здесь у нас двухсекционные билэдовские фары, линзовые, естественно, диодная подсветочка, крупная решетка, которая, как у нас говорят, да, рыбий рот, она сейчас, в принципе, на всех концернах, здесь смотрится довольно-таки нормально. Подчеркну, что вот этот хром, который в целом можно и убрать, да, сделать антихром, чтобы тачка такая была чуть-чуть позлее, но можно и оставить. Здесь он, опять же, вот своей лишней близкостью меня не нервирует, хотя я его недолюблю в последнее время. Достаточно у нас массивный капот, большая передняя часть позволяет, ну, не то, что позволяет, заявляет о том, что машина серьезная, не какая-то там жалкая там 1,2 турбо стоит, да, а 2 турбо. Так, друзья, колеса у нас стоят 20-й радиус, тоже хочу обратить ваше внимание на то, что они выглядят вполне себе круто. Не хромированный вот такой вот затертый алюминий с матовыми вставками, четко, четко, очень сочетается с вот этой вот у нас контрастом цветов кузова и матовыми фендерами, что является максимально практичным решением. Кто бы что ни говорил, это самые уязвимые места у автомобилей. Вот, поэтому вот эта штука, это вот такой топ. Когда на кроссоверах встречает, это значит, что не только о внешке, признадумались, ребята, а еще и о надежности. Кстати говоря, машины появились с 2021 года, у нас вариант 23-го. Очень интересно бы почитать в комментариях, если у кого-то такой автомобиль уже есть хотя бы год или два, как он вообще реагирует на осколы, на коррозию в плане там реагентов и всего остального. В общем, пишите, если есть опыт, друзья. Вот такая вот сплошная полоса у нас обрамляет корму. Это, можно сказать, основная фишка задней части автомобиля. Все остальное здесь такое же, как и у всех, чего в китайском автомобиле не может не радовать. Вот, если вы видите на задней двери китайские иероглифы, можете смело судить о том, что автомобиль привезен из Китая со внутреннего его рынка, потому что у того, что продается здесь, уже будут стоять шильдики Манджара. По визуалу не вижу смысла вдаваться в какие-то мелкие детали, потому что эту машину вы уже видели сто раз. Это прям хит-продаж, наверное, начиная с весны прошлого года, прошлого, этого точнее года. Короче, скажу лишь свое мнение. Чисто по визуалу у меня вопросов нет. Достойный представитель кроссоверов среднего класса для города. Что у нас под капотом, друзья? Это, кстати говоря, одно из основных отличий от того автомобиля, который продается дилерами. Здесь у нас двушка на полном приводе, турбовая, точно такая же, как продается у дилеров. Но помимо нее вы еще можете получить с внутреннего рынка Китая две версии. Двушку на переднем приводе, в сочетании с роботом 215 лошадиных сил там будет, либо полторашку на гибриде. Есть два типа гибридов, обычный гибрид, да, и гибрид PHV, который заряжается от розетки. И можете путешествовать себе бесплатно, если вы где-то тырите электроэнергию. А если нет, то просто заряжаетесь от розетки, и порядка там 100 километров, по-моему, можно проезжать вообще изи. Вот. У нас простейшая версия, двухлитровая, турбовая. На мой взгляд, самое удачное, если снять вот эту крышку, то увидите, что мотор, в принципе, тот же самый, что стоит на вальвачах. Ничего нового здесь не найдете. И это еще один момент, который мне через вот эти вот китайские стереотипы, точнее, стереотипы о китайских автомобилях, да, низкое качество, много блестяшек, все отваливается, загонили, помойка, маленький дизель и вот это вот все, помогает перешагнуть, потому что все, что касается технички, где стоит вопрос надежности и долговечности, здесь европейская, мало того, а еще и от Вольво, который на сегодняшний день является самым безопасным автомобилем, заслуженно, самым безопасным автомобилем в мире. Поэтому, если копнуть глубже, вы найдете ту же самую коробку, здесь у нас стоит автоматическая, обычная, да, без робота. Если зайти за коробку, то с шасси соединяет ее муфта BorgWarner, по факту, да, которая при пробуксовке передней оси подключает еще и заднюю. Так что вопросов конкретно по техничке, да, где имеется в виду железка, соприкасается с железкой, я думаю, с этим автомобилем не будет, во всяком случае не должно быть. А если и будут, то это те же самые вопросы, которые возникают с вальвачами. Но, насколько я знаю, как не любители европейцев, вопросов к ним особо не было. Вот, поднялся, посмотрим, что в салоне. Сейчас навалю сразу печечку и расскажу вам, друзья, про салон. Во-первых, потому что я в нем сижу. Во-вторых, потому что именно за салон, за количество опций, за оснащение, за визуал и выбирают эту тачку. Да, не говоря уже о цене, которую я вам озвучу, естественно, в самом конце. Так вот, попадая в салон, друзья, первым делом в глаза бросается что? Вот этих три огромных монитора, которые скажете вы где. Три, когда есть два. Раз, два и три. Просто надо по нему постучать, потому что твое твое китайское. Нет, просто он гаснет по умолчанию и пока его не включишь. Короче говоря, у нас три основных дисплея. Первый чисто для водителя, который показывает нам все основные наши приборы. То есть, по факту, это приборная панель. Информацию о состоянии автомобиля, скорость, всякие предупреждающие штучки, которые дублируются у вас на проекцию. Хотя и не все, но очень прикольно. Центральный дисплей у нас общий. Здесь абсолютно все системы, приложения, климат-контроль и все остальное. Машина у нас уже русифицирована во Владивостоке. У нас с русификацией русифицировалось и голосовое управление. То есть, полностью управлять автомобилем можно теперь, не напрягаясь. Открой окно, пожалуйста, водительское. Сейчас, кажется, я не могу. Вот, видите, открыло, не напрягаясь. Включи подогрев руля. Пишет, включаю подогрев руля. Знаете, в чем прикол? У нас нет подогрева руля. Джили безотказно во всем. Она будет исполнять до последнего и рассказывать, что все, мой хозяин, главное, не напрягайтесь. Но подогрева руля здесь действительно нет. Классно у нас оформлены дверные карты. Вот такой вот композит пластика белой кожи и черного вот этого матового элемента. Музыка бассе по качеству вопросов нету. Хотя есть у меня подозрение, что ни бассе никакое там внутри. Просто крышечки. Вот. По шумоизоляции тоже есть вопросы. Это, кстати говоря, одна из основных жалоб, которую хозяева этих автомобилей озвучивают. Руль Джили такой же, как, в принципе, и во всех автомобилях. Хорошо или плохо про него сказать, не могу. Здесь дело вкусовщины. Вот этот вот ретро закос, да, китайский, с вообще белыми вставками по салону. Достаточно-таки индивидуальная штуковина. Все остальное, я озвучу так. Материалы достойные. Выглядит четко. Сидушки удобные. И кожа здесь, на удивление, добротная. Придраться по материалам не к чему. Друзья, у нас есть управление климатом. Есть две USB дырочки. Вот такой вот удобный подлокотник. Не хватает немножко подогрева. Задних сидений, которого здесь нет. Но, в целом, скажу, что это не самая главная проблема. Вопросов нету. Место нормально. Втроем сидеть будет комфортно. Да и, в принципе, все. Особо сказать нечего. Багажник, друзья, не могу вам не показать. Угадайте, что удивительного мы там увидим. Ничего здесь нету. 562 литра для цифролюбов. Пожалуйста, слушайте. В целом, места дофига. Положить можно много чего. Сидушки складываются в ровный пол. Показывать не будем, потому что этим, опять же, никого не удивишь. Но, относительно Singu S или просто Singu, по-нашему, это Gilly Tugela. Компактный кроссовер, выполненный на той же платформе. Место здесь просто завались. Глянем, что у нас под фальшпанелью. У нас есть еще один рундучок, куда можно затрамбовать всякие безделушки, чтобы они у вас не гремели по салону. Подняв его, обнаруживаем запасочку, которая в России, сами знаете, не помешает. Что хочется сказать об ощущениях. Кроме того, что приходится мне постоянно... Не знаю, возможно, у меня просто с ростом что-то не то. И мне не сильно подходит этот автомобиль, наверное, по параметрам. Потому что я никак не могу найти идеального решения по рулю. Все остальное, в принципе, достаточно комфортно. Сидеть удобно. По ходовке. Это прям уверенный среднячок. Не могу сказать, что она жесткая, как Unikey, не какая-то не колотушка. Не хватает, действительно, немножко шумоизоляции. Мощности вопросов нет. То есть, тачка реально реагирует на педаль. Есть, там, может быть, секундная задержка. И, в принципе, по мощности хватает. По рулежке, опять же, если не относиться к этому автомобилю, как к спортивному болиду, как к полноразмерному городскому кроссоверу, нормально. По трассе будет, наверное, ощущаться валкость. Может быть, немножко жесткости мне не хватает. Но зато это все компенсируется тем, что ямки она проглатывает достаточно комфортно. Комфортно. А в целом все. Дальше делайте выводы сами. Ну что, друзья, сегодня мы посмотрели с вами, в принципе, достойный вариант китайского автопрома. Подчеркну, что основными достоинствами его является то, что он китайский, только наполовину, даже, наверное, меньше. Здесь одна девятая его сделана в Китае, по факту разработана. Все остальное – это огромная коллаборация гигантских предприятий. Поэтому по надежности вопросов быть не должно. По внешке решайте сами. По-моему, выглядит достойно. Ну и по оснащению, по опциям. Я думаю, что немногие европейцы за огромную сумму денег могут похвастаться вот таким набором опций. Еще и голосовое управление полностью русифицированное. Но самое главное, что 3 миллиона 900 тысяч рублей. С тем учетом, что мы посчитали сюда утилизационный сбор, который сейчас у нас 306 тысяч рублей составляет, да, с октября месяца нововведенный. Тем не менее, по наличию такие автомобили продают по 4 600, по 4 700. Это те же самые машины, привезенные из Китая. Короче говоря, вот эту малышку вы можете приобрести за 3 900. Она стоит у нас во Владивостоке. Пожалуйста, приезжайте, забирайте абсолютно новый автомобиль 23-го года комплектации Flagship. Кого заинтересовало, звоните, куда звонить, знайте. Если вы хотите позвонить, но вы не из Владивостока, и думаете, вот бы купить такую тачку за 3 900. Потому что у нас-то в Москве они стоят 4 700. А вот и нет, есть еще несколько автомобилей у нас на продаже. И в Москве, в общем, звоните, друзья. Наш менеджер с удовольствием вам все расскажет. Помимо Манжар в Москве есть еще лишки. Есть ли L7, L9. Тоже добавим все ссылочки в описании к этому обзору. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. Но этим все не ограничивается. Любой автомобиль с китайского рынка, будь то электрокар, кроссовер, грузовик, Мерседес или даже китайскую Хонду можно приобрести через нашу компанию, привезти в Владивосток, раз там можете отправить в любой город или вокруг сразу Владивосток минуя. В общем, не буду в это дело закапываться. Кого заинтересовал, друзья, знаете, куда звонить. И помните, что на Китае круг у нас все еще не сомкнулся. Поэтому, друзья, не забывайте, что в Японии, в Китае, в Южной Корее, а также в Арабских Эмиратах и в Соединенных Штатах Америки есть автомобиль для каждого. И, возможно, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки и до новых встреч. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.